В Москве, вот, Сашка, помнишь, мы когда эти халтуры делали, я приезжал всегда, здрасте, ребята, все хорошо, а здесь такой снобис, невероятный, невероятный, это я в ней играл, ну что ты? Потом она мне говорит, Клара мне говорит, знаешь что, ну хорошо, в ассистенты пойдете, а у меня, понимаешь, ничего в кармане, ну вообще ничего, я сижу и думаю, надо идти, надо идти, и говорю, нет, не пойду, а она говорит, ну ладно, пойти на месяц. Понимаешь, и она, я потом понял, что она, ну вот там какой-то кайф был, что для тебя, ну какой-то там прям, в ассистенты поймете, она тут посмотрела. И тебе было уже, да, сколько лет? 50, 50 лет, понимаешь, я все начал сначала, все. Ты начал с нуля. Я начал с нуля. А я начал с минуса. В Израиле. А вот разница. Вот в этом разница. Представляете, ты хоть мог их понимать, а я даже языка не знал. Я единственное, я мог ответить, если бы захотел, я мог ответить на понятном языке, я мог бы сказать, что... Я бы учил иврит только ради одной штуки, да. Когда я работал по своей специалисте, кто-либо, я вернусь, рано или поздно. Он был скотина, ну, хозяин. Он мне хотел платить деньги. Я с ним должен был разговаривать. Я не мог с ним разговаривать. Нет, когда ты просто открываешь рот и его закрываешь, потому что ты не можешь вытащить из себя то, что ты хочешь. Это ужасно. Это просто ужасно.